Они трогают меня. Можно вас потрогать? Можно вас потрогать? А можно с вами сфотографироваться, да? Ой, Марина, мы так рады вашим, мы так знакомы, мы так давно хотели с вами познакомиться, но это чудесные люди. Чудесные люди — это челябинцы. В челябинске, городе, где живет Марина, она знаменитость, как раз благодаря тем платьям, которые Виллисова шьет не только для других, но и носит сама. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что путь Марины усыпан исключительно лепестками роз, над которыми она слегка парит, не замечая бренной действительности, скажем, что в ее жизни тоже случаются и потери, и сложности. Например, любимый человек не сумел принять ее успеха, и им пришлось расстаться. Виллисовой приходится много работать, правда, и то, что ее дело приносит ей искреннюю радость, но она, как и все мы, временами приходит в состояние опустошения, а восстановиться ей помогают самые близкие. Самый мощный заряд у меня, я когда приезжаю в свой дом рода к маме с папой, как, знаете, на реабилитацию, приеду к ним, они у меня живут в деревне, и я к ним приезжаю, и я просто сначала сплю полтора дня, проснусь, покушаю мамочкиной вкусной еды. Мне там очень хорошо, как, знаете, как я соединяюсь с силой рода. У меня даже поначалу возникали такие состояния, ой, ну как же так, я вот, мне же надо им помочь чем-то. Мама мне говорит, да спи, отдыхай, папа мне говорит, спи, отдыхай. Это такое дорогое состояние, вот это богатство просто, которое нужно и необходимо ценить. Глаза Марины наполняются слезами. Слезы эти – чувство благодарности за безусловную любовь, которую дарят ей родители. Они всегда поддерживали все ее начинания и не бросали камни упреков, когда у нее что-то не получалось. Когда я была маленькая, мне было 4 года, я этот помню очень ярко момент, у меня был такой пупсик-галыш, где ручки вот так прижаты, ножки прижаты, еще ничего не двигается. Вот он вот такой маленький. Я попросила маму свою сшить ему платье. Она взяла голубой ситец, на нем белые горошки, вырезала такую юбочку, дырочку, чтобы через голову продевать. И все, потому что руки и ноги, они не двигались. И вот это было, я помню, я его вот так взяла и говорю, мамочка, когда я вырасту, я буду шить красивые платья тетям. Она говорит, будешь, будешь, ты будешь это делать. И таким образом вся моя жизнь до сегодняшнего момента, она подсказывала, вела меня именно вот по этому пути. У Марины нет своего производства. Часть работы, от идей до выкроек, она выполняет самостоятельно. Часть одежды отшивается в мастерской подруге. С мелкими, но необходимыми обязанностями ей помогают справляться женщины, которые в силу разных причин вынуждены находиться дома. Мне много пишут и обращаются ко мне с просьбой. Мамочки, которые сидят дома, воспитывают детей, и там не одного и два, у них их четыре и там шесть человек. И они мне пишут с просьбой, что им очень хочется помогать мне. Мы с ними встречаемся, и они мне помогают. Например, кто-то вяжет вручную украшения. И это является дополнением к моей одежде. И я беру, и на ярмарки их продаю, и одновременно помогаю им. По большому счету, эта помощь взаимная. А бизнес Марины, хотя она и не любит этого слова, бизнес получается социально ответственным. И тоже в каком-то смысле экологическим, как и ее одежда. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова